Здравствуйте! Всем добрый день! На самом деле, название такое противоречивое, потому что я сегодня буду рассказывать как раз про то, зачем вам нужны товарные знаки. Просто хотелось бы обратить внимание на то, что нужно понимать их немножко более глубоко и немного более нестандартным образом относительно того, как они есть на рынке сейчас. Вчера я в первый день конференции ходил, общался с разными разработчиками, и, насколько я понимаю, вопрос защиты интеллектуальной собственности стоит для вас и в особенности для издателей еще более остро. Но и разработчик, и издатель, вкладывая большие усилия в свою игру, когда одну игру могут делать, не знаю, годами, просто очень хочется, чтобы максимально-максимально все права на какой-то визуал, на механики и на все остальное принадлежали разработчику. Поэтому все более-менее крупные разработчики в настоящий момент прибегают уже к использованию товарных знаков наряду с классическим авторским правом для того, чтобы охранять бренд своей игры, в первую очередь, это названия и какие-то логотипы. Все, что мы видим сейчас, это, например, большие издатели. Вот, например, Activision в основном защищают названия своих игр и запрещают создание, например, второй Call of Duty, которая будет называться Call of Duty, и некоторые логотипы. Blizzard в этом плане, например, подходит значительно по-другому. У них больше изобразительных знаков, и сразу видно, на что в последнее время Blizzard делает больший убор в своем маркетинге. Это киберспорт и Overwatch, как мы видим, с Хардстоуном. Потому что какие-то более-менее классические игры, типа Warcraft и Diablo, они охраняются только вот в словах. Для Warcraft, например, все дополнения, зарегистрированные их названия, но не более того. Electronic Arts и Bethesda ведут себя примерно так же, но у Electronic Arts мы видим уже более интересные знаки, например, значок из Sims или их персонаж из игры Zoom, который был очень популярен в начале нулевых, и сама игра персонажей, поэтому издателю удалось получить правовую охрану именно этого персонажа. Bethesda тоже подходит к охране своей собственности более-менее нетрадиционно, потому что мы видим, например, это World Boy. У них не только такой товарный знак, но и несколько других World Boy в разных позах зарегистрированы, и получается, что все конкуренты не могут использовать такого же внешне выглядящего персонажа при продвижении, при индивидуализации своих игр уже. И очень интересен вот этот вот знак, который самый нижний. Он защищает миниатюру рулетки, которая используется в загрузочном экране Fallout New Vegas. Sony и Microsoft, они, как мы знаем, тоже делают игры. Sony делает игры очень хорошие. Microsoft в последнее время пытается подтянуться тоже, но у них пока получается немного хуже, но с охраной игр именно у Sony дела, как мы видим, обстоят несколько хуже. Это, ну, естественно, это не все товарные знаки, которые есть, но мы видим общий тренд. У Sony они защищают только, опять же, словесные какие-то обозначения. Microsoft, например, уже логотипы регистрирует в некоторых странах и какие-то эмблемы своих киберспортивных соревнований. В этом плане, как мне кажется, наиболее хорошо себя чувствует Nintendo, потому что она более восточный разработчик, как мы понимаем, а у них несколько иной подход к жизни в целом и в том числе к интеллектуальной собственности. Как мы видим, вот это все, это товарные знаки Nintendo. Естественно, это, опять же, не все, что есть, но, как мы видим, все старые и все наиболее известные персонажи, это и Марио, и Зельда, и Линк, Линк даже в двух вариациях, даже на этом слайде представлен, охраняются в качестве товарных знаков все покемоны практически, покеболы разных расцветок, ну и, естественно, названия игр в том числе тоже зарегистрированы и охраняются. Проведя такой небольшой экскурс в то, как дела обстоят на рынке, попытаюсь вам максимально простыми неюридическими словами объяснить, что же такое товарный знак вообще. Это своеобразный способ, которым вы получаете монополию на обозначение. Это может быть абсолютно любое обозначение в современном мире, потому что законодательные акты большинства стран не подразумевают какое-то действительно ограничение и какой-то порог входа. Любое обозначение, которое есть и которое вы используете для индивидуализации игры, оно может охраняться, и государство будет давать вам соответствующую монополию. Почему товарные знаки лучше, чем, например, то же самое авторское право? Потому что все мы понимаем, что Nintendo, например, обладает правами на изображение, на изображение всех покемонов, на изображение всех остальных персонажей, но этого может быть недостаточно, потому что авторское право защищает в первую очередь от прямого копирования и от некой переработки, поэтому его легче обойти. Товарный знак охраняется в отношении самого обозначения и всех крайне похожих обозначений, потому что есть такая категория, как сходство до степени смешения с точки зрения обычного рядового потребителя. И вопрос при оценке нарушения судом ставится такой. Может ли конкретный средний пользователь, увидев обозначение пирата или конкурента, перепутать его с обозначением, которое принадлежит, используется вашей компанией? Если ответ «да», то, соответственно, получаете вы монополию, получаете защиту от такого пирата. Кроме того, необходимо отметить, что товарные знаки, в отличие от авторского права, могут охраняться судами при определенных условиях бессрочно вообще. То есть если мы знаем, что авторское право работает в течение всей жизни автора и в 70 лет после его смерти в основном, в разных странах по разному, но в основном это так, то товарный знак можно соответствующую монополию продлевать сколько угодно раз. Обычно это получается период 10 лет, после которого необходимо еще раз заплатить пошлину, и период 10 лет начнет течь заново. Так можно делать бесконечное количество раз. В этом главное преимущество. При этом, как я уже сказал, юристы, поскольку люди достаточно хитрые и максимально пытаются всегда защитить своего клиента, придумали разные новые товарные знаки, которые разные новые способы взаимодействия потребителя и продавца защищают. Так, например, все мы знаем, что на кроссовках Adidas, например, есть три полоски в определенном месте, и это место, и это изображение три полоски, оно охраняется также от любого подобия, от любой миликрии. Также можно назвать звуковые знаки, это, соответственно, регистрация любого звука, который вы можете создать, придумать, который каким-то образом индивидуализирует вашу игру. Это могут быть цветовые знаки и даже анимационные знаки. С цветовыми все просто. Вы просто получаете монополию на цвет. Это сделать достаточно сложно, но это очень крутой знак, потому что вы будете блокировать всю рекламу, которая выполнена в любом каком-то цвете. И даже на игровом рынке сейчас мы можем видеть предпосылки к такой регистрации в будущем. Это на примере тех же самых Nintendo, Sony и Microsoft. Рынок консолей, в принципе, может быть разделен по цветовому признаку на синий для Sony, зеленый для Microsoft и красный для Nintendo. В принципе, на мой вкус это можно сделать и, возможно, когда-нибудь мы с этим столкнемся. Дальше мы поговорим, как можно конкретную механику или визуал игры защищать вот такими нетрадиционными знаками, потому что с словами и картинками все работать научились, поучимся немножечко с позициями, цветами, анимациями и так далее. Начнем с интерфейса, потому что это первое, что видит игрок, и первое, с чем он взаимодействует, когда входит в игру и начинает, соответственно, играть. Например, начнем с диалоговой системы в Mass Effect. Когда выходил Mass Effect, компания BWR, разработчик, была первой, которая на рынке придумала сделать диалоги вот в такой специфической манере, в виде круга, где располагаются справа ответы и слева ответы нестандартные, которые доступны не всегда. Если бы BWR в свое время зарегистрировала нечто подобное, скорее всего, мы бы не увидели игр, которые используют такую же визуально похожую концепцию. Это сделать было бы достаточно сложно, потому что это нарушало бы закон, и чтобы не нарушать вот такой товарный знак, разработчикам последующих игр пришлось бы значительным образом перерабатывать визуал. Это сложно, дорого, и никто бы не стал заморачиваться. Все бы использовали классическую стандартную ролевую систему а-ля Obsidian из первых Fallout. Почему выглядит товарный знак так? Изображение монитора штриховой линии нужно для того, чтобы регистрирующие органы в последующем суд понимали, что вот у нас есть монитор, и это изображение, которое мы защищаем, оно располагается в конкретном месте этого самого монитора. При этом штриховка используется для того, чтобы не возникал вопрос относительно конкретного вида монитора. Любой монитор, который используется в принципе, может быть использован для сравнения. Поэтому используем штриховое там, где мы можем менять какие-то элементы, и, соответственно, размещаем такое обозначение в конкретной позиции, и получаем в том числе некоторую косвенную охрану механики, а не только визуалу, потому что, как я уже сказал, сложно разработать что-то более-менее похожее по сути, не похожее по визуалу. Дальше мы все помним, что была такая, точнее, есть до сих пор система прицеливания VATS Fallout, которая была также впервые появилась в Fallout 3, насколько я понимаю. Bethesda, если бы тоже вовремя подсуетилась, могла бы получить права на, соответственно, вот такой товарный знак, который работал бы по той же схеме. Мы защищаем конкретное положение конкретных элементов на мониторе и видим, что выбранная зона выстрела подсвечивается, и получается, что, опять же, косвенно мы защищаем механику, которая была разработана Bethesda. Дальше я предлагаю вам несколько включиться в мой монолог и на примере двух описанных выше ситуаций подумать, что можно было бы защитить в Diablo 2. В данном случае есть какие-нибудь варианты? Я бы, на самом деле, предложил, в первую очередь, сделать вот так. Потому что, опять же, когда выходила Diablo и Diablo 2, такой интерфейс, если я все правильно помню и понимаю, использовался впервые, и он был узнаваемой чертой, а в настоящий момент он стал чуть ли не обязательным для экшен-рпг-жанров. Все используют шарики или какие-то другие предметы с здоровьем мана, и все используют примерно такой же бар для предметов и способностей, и все это, как мы понимаем, корнями уходит именно в Diablo. Дальше. World of Warcraft. Та же самая любимая наша компания Blizzard выпускала World of Warcraft, и у них, опять же, получилась такая же история, что они никак не защитили свой интерфейс, который впоследствии стал основой для любой MMORPG. Необходимо понимать, что здесь можно было защитить не только нижнюю полоску, но и, например, все верхние расположения миникарты, но с миникартой уже посложнее. Но вот такой это самое простое, что может быть. Дальше. Игра Dead Space в свое время тоже стала достаточно прорывной с точки зрения интерфейса, поскольку разработчики пытались сделать максимальное погружение в игру и убрать любой интерфейс, соответственно, с экрана и сделали его непосредственно вписанным в игру. Вот подобный товарный знак мог, например, помочь компании защитить эту свою уникальную визуальную фишку. Таким образом мы видим, что компании игровые, сосредотачиваясь на словесных и изобразительных знаках, упускают большое количество возможностей в плане охраны интерфейса, и допускают таким образом копирование основных визуальных идей всеми последующими играми и становлением из этого общего визуала жанра, что, в принципе, наверное, не хочется допускать разработчикам и издателям. Дальше поговорим про персонажей. Персонажей также можно защищать и классическим авторским правом, но это сложно, и это не позволяет охранять какие-то визуальные элементы основные, на которые вы делаете основной упор в маркетинге и в рекламе. Так, например, все мы знаем, что есть бог войны Кратос, о нем разработано большое количество игр, и если я спрошу вас, как он выглядит, что вы мне ответите первое, что вам приходит в голову? Да, вот примерно такой товарный знак можно было бы защитить, зарегистрировать, он бы позволял охранять главную вот эту его татуировку на лице. Почему, опять же, используется такое непонятное, неузнаваемое лицо и штриховка? Для того, чтобы ограничить использование конкурентами на любом лице такой татуировки. Аналогичные примеры можно привести с Гарри Поттером, например. Здесь плохо видно, но у него шрам на лбу нарисован. Опять же, почему нет очков, хотя, казалось бы, Гарри Поттер, он ассоциируется со шрамом и очками одновременно, мы не хотим ни в коем случае добавлять слишком много элементов, хотя это может упростить регистрацию в каком-то случае, потому что чем больше элементов на одном товарном знаке используется, тем легче его обойти и тем меньше объем охраны он сам по себе предоставляет. Ну и также агент 47 из Hitman, его узнаваемая деталь, это штрих-код на лбу. Также необходимо сказать, что можно охранять не только визуальные элементы какие-то ваших персонажей, но также и его голос, например, или его какие-то особые звуки, которые он издает с помощью звуковых товарных знаков. Это когда просто регистрируется конкретный набор звуков в отношении конкретных, например, в данном случае компьютерных игр. И самое интересное, это, наверное, геймплей. Сразу оговорюсь, что все дальнейшие знаки, которые будут предложены, они, наверное, достаточно находятся в зачаточном состоянии и будут работать значительно хуже, чем все те, что были показаны до. Но я считаю, что за этим некое будущее, потому что товарные знаки усложняются все больше и больше. И впоследствии мы придем к тому, что они будут работать лучше и в судах, и в патентных ведомствах. Для защиты геймплея подойдут очень специфические товарные знаки. Это, как я уже сказал, выше звуковые. Например, если ваше оружие издает какие-то уникальные звуки, вы можете это также охранять от копирования всеми конкурентами. Также вы можете защищать непосредственно внутриигровые объекты. Вот, например, все мы видим сундуки из Borderlands 2 и из Legend of Zelda, Breath of the Wild, наверное. И регистрация, например, в качестве товарных знаков вот таких сундуков позволила бы избежать даже похожего создания похожих сундуков в других играх. Самое интересное здесь это анимационные знаки. Точнее, называются они изменяющиеся в российской традиции. Когда вы представляете в регистрирующий орган несколько картинок и изменение каких-то элементов на картинках защищается. Такой знак сейчас есть, например, у Microsoft вот с их вылетающими шариками разного цвета, которые собираются в логотип. Это охраняется для Microsoft. И аналогичные штуки можно делать для игры. Например, защищая особую какую-то перезарядку, типа как в Borderlands, когда вы выкидываете оружие, например, можно защитить, создать такой товарный знак. Можно какие-то танцы, таунты в мобоиграх, особые прыжки. Если у них есть какой-то действительно отличительный визуал, то это хорошая основа для создания товарного знака. И такие изменяющиеся знаки можно использовать для защиты непосредственно механики игры и непосредственно геймплея. Пока это представляется только в каких-то либо старых играх, что уже поздно, либо в 2D пространстве, потому что там картинка плоская, и все изменения непосредственно видны на экране. Например, Tetris. Если бы мы подали на регистрацию вот такое обозначение, состоящее из четырех картинок, мы могли бы непосредственно защитить механику игры. Также, например, можно делать с играми по типу 3 в ряд, потому что у них вся механика непосредственно завязана на визуале. Проблема в том, что такой знак сложно зарегистрировать. Его пока что крайне сложно применить в судах, но если вы займетесь регистрацией сейчас, то вы получите больше бенефитов в будущем, поскольку они представляют максимальную защиту. Также, например, можно было защитить анимацию строительства из Фортнайта и сделать это по конкретно очень узкому перечню услуг, а именно игры жанра батл-рояль, и ограничить любое использование строительства во всех остальных батл-роялях. Хотя никто и так этого не делает, но в данном случае появится правовая база для пресечения создания батл-рояля из фичей, которая уже воплощена в Фортнайте. Для кого это нужно? В первую очередь, это можно порекомендовать для крупных и средних издателей, потому что у них больше денег, у них больше возможностей, и именно они заинтересованы в максимальной защите своих основных ключевых тайтлов, либо для очень крупных независимых студий, потому что я бы не стал рекомендовать регистрацию знаков для совсем инди, потому что это требует достаточного вложения денег и средств и привлечения юристов патентных поверенных. Это сложно, но если вы представитель, например, крупного издателя, то необходимо принять, как мне кажется, на вооружение. Дальше. Это необходимо для, как я уже сказал, защиты уникальных узнаваемых элементов вашей игры, на которой строится в первую очередь маркетинг и привлечение потребителя. В совокупности все это ведет к увеличению капитализации вашей компании и вашего бренда. И вот эта фраза, которая все чаще мелькает в комментариях, и здесь я вчера слышал несколько раз, это когда разработчики говорят продать IP, вы в составе этого IP будете продавать не одно название игры, как это делается сейчас, а, например, защиту этих механик, защиту основного визуала и так далее. В любом случае, если вы не хотите, например, использовать эти знаки для атаки, вы можете в любом случае и всегда регистрировать их для защиты себя от так называемых патентных троллей, потому что они тоже не спят. И есть всегда шанс, что вы нарветесь на такого тролля, который зарегистрирует какой-то подобный знак на себя. Например, представим, что на дворе конец 90-х, Blizzard выпускает Diablo, и через несколько месяцев к ней приходит какой-нибудь патентный тролль, говорит, у меня есть товарный знак, вот как я показывал с двумя шариками маны и здоровья, убирайте, пожалуйста, это из своего интерфейса и заплатите ко мне компенсацию. Для ограничения подобного влияния на компанию тоже можно получать регистрации. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok